Не помолюсь месяц, ничего страшного не станет. А вот Данил говорил так, лучше мне попасть в Львиновь, чем прекратить молиться. Привет, я сегодня буду рассказывать об молитве. Как вы думаете, важно ли молиться? Для верующих очень нужна молитва. Она доказывает, что они дети Божии, и что они приимели Духа Святого. Молитва – это еще разговор с Богом. В каждые дети разговаривают своими родителями. А если не разговаривают, это очень неправильно. Мы должны спрашивать Бога о всем. Как Давид. Он его гнал Саул. И он спрашивал Бога о всем, даже о мелочи, которые люди не спрашивают Бога. И он спросил однажды. Мне люди предаст в руки Саула. И Бог сказал, да, предаст. И потом он спросил еще второй раз. Мне бежать? И Бог сказал, да. И потом он стал царем Израиля. Саул его гнал, потому что он был... Давид был помазан быть царем Израиля после Саула. А Саул не хотел. Он хотел быть только царем. Например, еще и Даниил. Он молился три раза в день. Его поэтому хотели выбросить в ров со львами. Другой бы человек сказал так вместо Данила. Не помолюсь месяц, ничего страшного не станет. А вот Данил говорил так. Лучше мне попасть в львины ров, чем прекратить молиться. Некоторые бы еще сказали. Зачем мне молиться с открытыми окнами и так громко, как Данил? Можно молиться тихо и с закрытыми окнами. Тоже молитва. Но Данил молился, как всегда, с открытыми окнами и вызывал Бога. Все его люди слышали. Вот так молиться, как люди, это значит, что этот человек боится других людей. А надо бояться Бога. Вот Данил боялся Бога, а других людей нет. Мы должны брать пример из Библии, из тех людей, из Библии, которые никогда не останавливались, любили Бога, шли вперед, даже когда им было тяжело. Они все равно не останавливались. Мы тоже должны быть такими. Я со всеми прощаюсь. Желаю вам, чтобы вы были как Давид и как Данил, потому что они для вас пример. Я со всеми прощаюсь. Пока.